Декан высшей школы журналистики и медиакоммуникации. Декан высшей школы журналистики и медиакоммуникации. Они присутствуют. Обратите внимание, в этом учебном году мы проводим творческие экзамены исключительно по направлению подготовки журналистика, бакалавриат. Это касается и очной, и, соответственно, заочной формы обучения. Программа вступительного испытания размещена на сайте университета в разделе абитуриенту. Обязательно ознакомьтесь с ней. В целом могу сказать содержательность, что из себя представляет экзамен. Фактически это комплексное испытание, которое включает в себя помимо теоретической части. Теоретической части с вас будут требовать знания и общую эрудицию по вопросам, связанным с искусством, обществом, историей, журналистикой, теорией журналистики. И, соответственно, будет блок творческих заданий, где вам необходимо будет либо составить интервью, либо написать небольшое эссе. То есть это тот блок заданий, который будет так или иначе характеризовать ваши творческие способности. Обратите внимание, это особенно актуально, наверное, для ребят, которые поступают к нам из других стран. Внутренние вступительные испытания вы сможете пройти не только в кампусе университета в период проведения вступительных экзаменов, но также через личный кабинет абитуриента в случае, если вы соответствующую галочку, скажем так, в личном кабинете поставите. Потому что у вас будет возможность выбирать, дистанционно сдавать вступительные испытания или, соответственно, очно. А вот перед этими экзаменами вы проводите какую-то консультацию? Да, безусловно. Тоже обратите внимание, перед любым вступительным испытанием, которое университет проводит в рамках набора на следующий учебный год, обязательно присутствуют консультации. Консультации все проводятся за один день до экзамена в 16.00. В случае, если экзамен по графику выпадает на понедельник, соответственно, консультация будет проводиться в субботу в 16.00. График вступительных испытаний для иностранных, например, граждан, которые мы уже начали проводить, он уже размещен на сайте приемной комиссии, можете с ним ознакомиться. Для ребят, которые поступают на общих основаниях граждан Российской Федерации, график вступительных испытаний будет размещен уже в начале июля. То есть, соответственно, вы сможете сориентироваться и успеть приехать и на консультацию, и, соответственно, на сам экзамен. Вот такой вопрос поступил. Как подготовиться к вступительным испытаниям по журналистике и телевидению? Вот еще раз хочу обратить внимание, что по телевидению в этом учебном году мы осуществляем набор исключительно по результатам ЕГЭ. То есть никаких дополнительных внутренних вступительных испытаний на это направление не предусмотрено. Пожалуйста, ознакомьтесь с планом приема. Что касается журналистики, что нужно сделать, чтобы подготовиться? Ну, первое, это открыть программу все-таки, да, вступительного испытания, посмотреть, знакомиться, перечень рекомендуемой литературы, соответственно, там представлен. Пожалуйста, почитайте. Кроме того, мы ежегодно проводим краткосрочные курсы по подготовке к внутренним вступительным испытаниям на направлении журналистика. Они проводятся обычно в первых числах июля. Очень концентрированные ребята занимаются, ну, вот буквально полный рабочий день в течение двух-трех дней совместно с членами предметной комиссии, которые будут принимать отступительные испытания. И, соответственно, на практике буквально на пальцах вам будут показывать, каким образом, в принципе, нужно отвечать на вопросы, что нужно будет конкретно продемонстрировать при ответе на свои вопросы. Для того, чтобы поступить на эти курсы, после того, как у вас будут приняты заявления на участие в конкурсе на направлении журналистики, у нас на сайте института будет размещена информация, где будут предоставлены контактные данные руководителя этих курсов. Можно будет с ним связаться и, соответственно, уже пройти это обучение. Проводятся они специально уже после того, как заявление подано, это первое. Второе, это буквально за неделю-две до начала вступительных испытаний, то есть для того, чтобы абитуриенты, во-первых, успели освоить этот материал полноценно, и, соответственно, у них была возможность и время дополнительно дома уже потренироваться над теми типовыми заданиями, которыми предстоит пройти. Ну и поскольку из раза в раз возникает опять необходимость уточнять, по каким направлениям подготовки есть дополнительные испытания, по каким нет, еще раз тогда обратите внимание на то, что разные немножко сроки подачи документов. То есть, соответственно, на журналистику они более короткие. Да, вот здесь спасибо, что обратили на это внимание. Вся приемная комиссия у нас начинает работу 20 июня. То есть это старт, когда ребята могут подавать заявление на участие в конкурсе по всем направлениям подготовки в университете. И вот дальше срок завершения приема заявления, обратите внимание, он действительно довольно серьезно отличается. Если 10 июля это дедлайн подачи заявлений на участие в конкурсе по вступительным испытаниям, которые как раз предусматривают внутренний экзамен, сюда как раз среди наших направлений подготовки входит журналистика, и это касается и очной, и заочной формы обучения, и бюджетной категории, и контрактной категории обучения. Для всех остальных направлений подготовки, которые не требуют внутреннего вступительного испытания, срок завершения приема заявлений продлен до 25 июля включительно. Вот стало интересно, в каком формате это проходит? Это оффлайн или онлайн? И что делать тем, кто иногородние студенты, абитуриенты? Мы сейчас говорим о внутренних как раз вступительных, да? Да. Смотрите, вообще у любого студента, неважно гражданин он Российской Федерации или иностранный гражданин, будет возможность сдать вступительные испытания дистанционно через личный кабинет абитуриента. Для того, чтобы имелась возможность у ребят сдать дистанционно вступительные экзамены, при подаче заявления вам внимательно нужно будет ознакомиться со всеми полями формы, которые вы будете заполнять. И у вас будет возможность выбрать, в каком формате вы будете сдавать вступительные. Вам нужно будет, соответственно, выбрать дистанционный, либо, соответственно, очный традиционный режим. Это исключительно ваше усмотрение. Другое дело, что в любом случае для того, чтобы мы могли представить вас к зачислению, то есть, ну, допустим, вы сдали успешно вступительные испытания, вы прошли по конкурсу, мы готовы вас принять, но для того, чтобы мы могли вас зачислить, вам необходимо будет приехать в этом году в университет и сдать оригинал документа об образовании. То есть, это либо аттестат из школы, либо, соответственно, если вы выпускник среднего профессионального учебного заведения, ваш диплом. Поступил такой вопрос. Можно ли перевести с первого курса в наш институт, с первого курса на второй, получается? Если вы завершили обучение первого курса где-то, неважно где, неважно в каком направлении, перевод, да, возможен при наличии нескольких условий. Во-первых, это должно быть наличие вакантных мест для приема. Поскольку вопрос не конкретизирован, да, то есть я не могу сейчас сказать конкретно, о каком направлении подготовки идет речь, вам необходимо связаться с деканатом соответствующего направления подготовки, выяснить наличие вакантных мест, завершить летние сессии, сейчас еще не закончилось, то есть вам нужно будет ее обязательно закрыть, дождаться перевода с курса на курс в вашем институте. И уже в сентябре мы принимаем все заявления о переводе в течение первого месяца каждого семестра. То есть в течение сентября вам можно будет осуществить, собственно, этот перевод. Ну, только вот обратите внимание на эти ключевые позиции, если будут вакантные места, то есть это не значит, что там толпами можно переводиться, неограничено, да? Конечно. Если есть места, раз, и потом надо все время следить за, вот обращаясь в деканат, за тем, какую разницу тебе придется при этом доздавать. То есть надо рассчитать свои силы, потому что возможно, что разница очень существенная. Даже среди гуманитарных направлений, социогуманитарных направлений подготовки, учебные планы разные могут предусматривать совершенно непохожие друг на друга дисциплины на первом курсе. И для того, чтобы перейти на другое направление и там успешно сдать, надо очень много приложить сил. Поэтому рассчитав свои силы, уточнив все детали, понимая, зачем ты это делаешь, искренне рвешься. У нас есть случаи, когда и медики переводятся, скажем, на журналистов очень успешно. Ну, представляете, как не похожи наши учебные планы. Это просто у человека было внутреннее такое желание. А там срок, по-моему, 40 дней всего, да? Сейчас продлили, но, тем не менее, это в любом случае, да, там максимум 2 месяца на сдачу академической разницы. И действительно приходится порой осваивать достаточно много совершенно новых дисциплин, которые в том числе являются профильными, да, то есть довольно специфическими даже для первого курса. Тут вот еще спрашивают, придется ли сдавать вступительные экзамены. В случае перевода вступительные испытания не сдаются. При переводе вы предоставляете в деканат, в наш деканат, куда вы собираетесь переводиться, так называемую справку об обучении, где указывается в том числе перечень дисциплин, объем, ваши оценки, которые вы успели уже освоить на том направлении, где вы обучаетесь. Дистанционная комиссия рассматривает представленные вами документы и уже принимает решения на основании документов. Способны вы, в принципе, скажем так, осваивать далее, да, и переводиться, и менять принципиально сферу своего обучения, либо, соответственно, нет. Но когда мы говорим все-таки, да, о бакалаврах первого курса, все-таки это уже не третий курс, это не старший курс, где обучение абсолютно целиком и полностью сосредоточено на профессиональных навыках. Первый курс, несмотря на большие, действительно, академические разницы, он все-таки дает первичные, скажем так, профессиональные навыки, которые, в принципе, абитуриент при большом желании освоить может. Спасибо. Такой вопрос. Где работают выпускники направлений философии и религоведения? Ух, где они только не работают. Вообще, на самом деле, когда мы говорим о гуманитаристике, особенно когда мы говорим о сфере коммуникации, о сфере, которая так или иначе завязана на связях с общественностью, на способностях коммуницировать между людьми, управлять коммуникациями, то у нас, в принципе, институт готовит ребят. Понятно, что у нас у всех очень разные ракурсы обучения, у нас разные специфики образовательных программ, но, тем не менее, суть по большому счету, глобально, если посмотреть одна, мы учим людей коммуницировать и выстраивать эту сетку коммуникации. И, соответственно, если говорить в целом, то любая компания, неважно, причем, гуманитарного она профиля или технического профиля всегда требует специалистов HR-службы, это какие-то переговорные вопросы, аналитические отделы, это вот если так максимально широко. Если говорить конкретно о философах, например, и религиоведах, религиоведы — это эксперты, эксперты в области конфессиональных, межконфессиональных отношений, это ребята, которые, опять же, работают в аналитических отделах при каких-то религиозных либо государственных организациях. Очень много ребят-религиоведов именно идут в область сферы преподавания, в том числе, поскольку и квалификация позволяет преподавать какие-то религиоведческие дисциплины в среднепрофессиональных, например, учебных заведениях, либо в общих школах. Если мы говорим о философии, то здесь, опять же, безусловно, это академическая, в первую очередь, специальность. То есть самый ключевой навык, который мы даём, это всё-таки преподавание и наука. Но, безусловно, это ещё и аналитическая деятельность, то есть это сфера академии наук, это, опять же, любые аналитические отделы, связанные со сферой... Тут смотрите, какая есть штука. Когда философ обучается, он же всегда выбирает некую узкую область для своей специализации. Кто-то занимается, например, философией политики, кто-то социальной философией, кто-то антропологией. Эти разные ракурсы позволяют выпускнику направления философии формировать компетенции, связанные с какой-то конкретной прикладной уже областью исследования. И, соответственно, если выпускник в данном случае не идёт непосредственно в область науки или преподавания, то он достаточно неплохо себя реализует в областях именно таких прикладных наук и прикладных сфер деятельности. Ну, кроме того, я, например, сама выпускник философского. Несмотря на то, что я всё-таки ещё и доцент, то есть занимаюсь преподавательской деятельностью, научной деятельностью, это, опять же, управление. То есть выстраивание тех самых процессов, которые так или иначе нас обучают этому в университете, оно действительно оказывается очень важным навыком для дальнейшей профессиональной деятельности. Поступил такой вопрос. Кем и куда может трудоустроиться выпускник со специальностей медиакоммуникации? Ну, я думаю, мы сейчас будем повторяться и пересекаться, потому что есть действительно принципиальные вещи, фундаментальные от слова фундамент. Понимаете, вот фундамент закладывается общий, и мы очень похоже будем сейчас отвечать на этот вопрос. Дальше каждый в силу своей специфики и определённых, более узких компетенций и целей, которые он себе, в том числе и лично определяет в жизни, выстраивает на этом фундаменте свой зимний дворец. Один более красивый, другой более высокий, третий больше окон, меньше. Так и тут. Но, значит, кем он может устроиться? Принципиально точно так же. Во всех сферах, мы говорим о трудоустройстве, не об особенностях обучения, а об трудоустройстве. Во всех сферах жизнедеятельности, где требуются специалисты в области выстраивания профессиональных коммуникаций, массовых коммуникаций, даже межличностных коммуникаций, где требуются специалисты в сфере формирования смыслов, основных посылов стратегических развития. Звучит красиво и немножко общо, да? Но посмотрите, что сегодня происходит вокруг нас, какие проблемы в нашей жизни возникли, вы увидите, что львиная доля из них упирается в недостаточное количество сегодня специалистов в области коммуникаций, в области управления и внутреннего функционирования, информационного пространства, информационной среды, социальной информационной среды. Представляете, какое количество сейчас специалистов нужно стране на уровне всех, начиная от высокой власти и заканчивая небольшими компаниями и корпорациями, для того, чтобы вот эти большие проблемы сейчас закрыть. В этом смысле, я думаю, что выпускники будут... Нет хода без добра. Осложнение ситуации просто обнажило и показало, сколь нужны в большом количестве действительно хорошо подготовленные специалисты в области и формирования смыслов, и осмысления, и стратегического мышления, и выстраивания коммуникаций. Поэтому в этом же ряду те, кто выбрал направление подготовки медиакоммуникации, будут очень востребованы. Тем более там очень серьезный уклон сделан еще в область цифровых знаний, цифровых компетенций. Ну, сегодня это просто востребовано и на острие. Вот без работы не останутся точно. Просто... У нас, по-моему, тут поправят, если что, по-моему, институт один из самых высоких процентов трудоустройства. Да. Вообще нормой, скажем так, считается 75%, когда выпускники на протяжении 6 месяцев после завершения обучения должны трудоустроиться. В нашем институте мы делаем первую выгрузку через 3 месяца после выпуска студентов, и у нас процент 91% по институту. То есть это речь идет именно о ребятах трудоустроенных. То есть сюда не входят ребята, которые продолжают, например, обучение, или уходят, например, в армию, или уходят в отпуск декретный. То есть это чистый процент трудоустройства. Это говорит, безусловно, о многом, потому что ребята, заканчивая бакалавриат, они уже оказываются востребованными. Есть ли возможность перевода с договорной формы обучения на бюджетную форму в вашем институте? Да, возможно, но, опять же, должно быть соблюдено несколько ключевых условий. Первое условие. Вы должны завершить минимум 2 семестра обучения, обучаясь на контракте. При этом у вас не должно быть академической задолженности. При этом у вас должно быть оценок удовлетворительным. То есть это хорошо и отлично. У нас должны быть вакантные бюджетные места для приема. В случае, если вот эти три условия соблюдены, дальше что происходит? Дальше все ребята, контрактники из этого потока подают заявление на имя руководителя организации, на имя ректора, с просьбой рассмотреть их кандидатуру. И далее на основании конкурса мы переводим на освободившееся вакантное бюджетное место студента, которого имеет, во-первых, самый высокий рейтинг по итогам двух сессий, во-вторых, имеет дополнительные основания для перевода. В качестве дополнительных оснований у нас, ну, в первую очередь мы рассматриваем студенток, которые в процессе обучения стали мамами. Это первое ключевое условие, согласно приказу министерства. Далее идут материальные какие-то специфические особенности, которые должны быть подтверждены документально. Это активность студента, то есть активное участие в культ массовой, научной, общественной и так далее деятельности. То есть все документы, которые так или иначе могут подтвердить ваше право переводиться на бюджет, вы их собираете, и, соответственно, на уровне комиссии университетской мы эти вопросы рассматриваем. — Продолжая тему активизм, тут такой вопрос поступил, как институт относится к активистам, речь про пропуски занятий? — Понимаете, мы в такой дилемму поставили, как можно относиться к пропуску занятий. Конечно, отрицательно. Но это опять ведь вопрос выбора каждого. Если вот так принципиально, вот я, например, противник такой свободы, которые, ну это не я же правила устанавливаю, они не установлены, они позволяют человеку пропускать занятия. Смотрите, как динамично меняется мир. Мы утром просыпаемся и лезем первым делом в новости, потому что знаем, что чего-то в этом мире уже изменилось. Изменения идут каждый день буквально, да, что в большой политике, экономике, в социальной сфере, в медийной и так далее. Точно так, ты можешь пропускать, но ты все, ты обречен дальше по отношению к своим же одногруппникам потихонечку остаться на обочине. Они конкурентно уйдут вперед тебя по знаниям. Даже если ты не из-за культмассовой работы пропускаешь, а из-за того, что ты где-то работаешь по профессии. Вы понимаете, профессия не может быть... Ты можешь, конечно, стать самоделкиным и научиться многому делать сам, и тебе там и редакция где-то научит, или еще где-то в коллективе каком-то. Но если у тебя нет базовых, фундаментальных знаний, базовых хотя бы, да, если ты не вступал все время в дискуссии с себе равными, с более старшими товарищами, испытавшими и перенесшими многое, да, в своей жизни профессионально, дискуссии конструктивные, но в то же время одевающиеся в какие-то выводы, в какие-то рекомендации, в какие-то конкретные решения потом превращающиеся, если не обучаешься изо дня в день, изо дня в день системно осмысливать все, что тебе приходит в виде знаний, ты просто будешь плохой. Поэтому можешь, конечно, пропускать. Делать ли поблажку на то, что ты хорошо рисуешь, танцуешь или что-то? Ну, по-моему, делают, да, поблажку такую? Да, есть такой вот момент. Баланс надо найти самому. Да, обратила внимание, у нас, действительно, в университете существует положение о поощрении активных студентов в области, вот как раз и скультмассовой, и спортивной, и общественной, и научной, путем ежесеместрового назначения дополнительных баллов. Этот момент есть. Другое дело, что я просто обращаю внимание на перечень студентов, в котором мы начисляем баллы, да, вот те самые дополнительные за достижения в течение семестра. И, как правило, как правило, не всегда, но тем не менее, в числе таких студентов ребята, которые успевают везде, то есть такие тоже есть, да, они успевают на самом деле и занятия не пропускать, и с учебным планом справляются, и параллельно еще реализуют себя в каких-то вот общественных, в том числе, сферах деятельности. И вообще говоря, если уж мы говорим вот о настоящем студенте-активисте, не о том, который пассивно может, например, посещать какие-то мероприятия, или где-то там сзади на подтанцовочке один раз где-то он чего-то пропустил. Вот это одна, да, категория, она всегда есть таких студентов, но их не очень много, к счастью. А действительно, ребята, которые занимаются самореализацией, как правило, они действительно талантливые. Талантливые, соответственно, стараются, во-первых, не пропускать занятия, потому что у них, как правило, занятия пропускаются очень-очень мало, когда действительно идет прям жесткое пересечение с какими-то мероприятиями. Либо, соответственно, они однозначно компенсируют реальную учебную, в том числе, деятельность за счет непосредственного взаимодействия, плотного взаимодействия и с преподавателем, и со своим научным руководителем, и с куратором. То есть это, ну, как правило. Ну, то есть это внутренний баланс должен. Для тебя вот это, спорт, культура, еще к чему-то там хочешь посвятить время и использовать возможности университета при этом, это дополнительные возможности к саморазвитию. Но это не самоограничение в образовании. Ты тем самым расширяешь просто свое, наоборот, образование, а не так, что я занимаюсь этим, во вред тому. Я даже вспомнил сейчас, у нас институт-то уникальный. Вот за пять лет, пять лет в стране идет конкурс студент года. Лучших студентов года избирают в Российской Федерации. Пять лет всего. Из них два лучших студента года выпускники института, этого института. Вот там, вспоминаем, вот последний, вот сейчас он действующий, год он несет этот крест на себе. Год представлен лицо студенчества Российской Федерации. Вот он был блестящий спортсмен, он очень много занимался общественной деятельностью. Его, кстати, спортивные достижения во многом легли в основу его победы, но научился, извините, очень хорошо, очень достойно. Если не ошибаюсь, с красным дипломом он покинул стену. Нашел же баланс силы в себе и состоялся и на федеральном уровне, на университетском, и как профессионал. Молодец. Спасибо. Какие документы необходимо предоставить при поступлении в магистратуру? Магистратура. Вообще, конечно, вам бы лучше ознакомиться все-таки с перечнем документов. Он размещен на сайте университета в разделе приемной комиссии. Что необходимо? Ну, во-первых, вам необходимо зарегистрироваться в социально-образовательной сети Буду студентом, если вы еще там не зарегистрированы. Вам необходимо будет предоставить сканы, в первую очередь, документов удостоверяющих личность, то есть это паспорт. Вам необходимо предоставить документ об образовании, это диплом, обязательно обратите внимание, с приложением. Без приложения диплом недействителен. И, соответственно, подать заявление на участие в конкурсе, на ту образовательную программу, где вы собираетесь учиться. После того, как вы заполните полноценную анкету, технические секретари проверяют достоверность сведений, проверяют актуальность заполненной информации, и, соответственно, далее принимают ваше заявление об участии в конкурсе. Далее вам необходимо будет сдать вступительное испытание, дождаться результатов его, понять, что вы таки проходите по конкурсу и сдать в приемную комиссию оригинал вашего диплома об образовании. И дальше счастливо ждать приказа зачислений. Начисляются ли дополнительные баллы за диплом с отличием при поступлении на магистратуру? В магистратуру нет. Когда мы говорим об индивидуальных достижениях, в порядке, в правилах приема университета предусмотрены дополнительные баллы исключительно для поступающих на направление бакалавриата и специалитета. То есть там, да, аттестат с отличием предполагает 5 дополнительных баллов к результатам ЕГЭ. Когда мы говорим о магистратуре, то здесь на уровне обязательном индивидуальные достижения не учитываются. Это первый момент, обратите внимание. Второе. Внутреннее содержание вступительного испытания в программе четко прописано, за что могут назначаться баллы. То есть есть, наверное, какие-то направления подготовки, у нас в институте их нет, где за диплом с отличием профильные какие-то баллы начисляются. Это может быть портфолио, это может быть мотивационное письмо, то есть это могут быть какие-то документы, которые вы уже сейчас, в принципе, можете полноценно подготовить, отработать, просмотреть, скажем так, вывести их на какой-то качественный уровень, и вы будете знать, что определенный набор баллов у вас уже за вступительное испытание есть. Но для этого, пожалуйста, обратите внимание, нужно конкретно смотреть на направление подготовки студенту, которого вы хотите стать. Расскажите, пожалуйста, подробнее об экзаменах для поступающих в магистратуру. Вот так вот. Вот так вот широко. Ну, их же много магистрских направлений подготовки. Просто как проходит экзамен? В целом, да, как проходит экзамен. Ну, я сейчас скажу максимально в целом, то есть максимально далеко от реальной ситуации. Вообще есть разные версии проведения вступительного испытания. Опять же, речь идет о специфике каждого конкретного направления подготовки. То есть, ну, я говорю сейчас о нашем институте. Есть максимально академические направления, где от поступающего в магистратуру требуется знание теории. Ну, например, направление философии. Это будет классический экзамен, где, ну, по своему содержанию вступительное испытание представляет из себя фактически выпускной квалификационный экзамен для тех, кто заканчивает бакалавриат. То есть, основой философии всех разделов философии вам необходимо будет продемонстрировать комиссии свое знание и способность анализировать те или иные философские, например, школы. Когда мы говорим о практикоориентированных направлениях подготовки или о творческих внутренних или о творческих направлениях, то специфика, конечно, она меняется. Ну, например, есть вступительные испытания, где, опять же, вот как я уже говорила, требуется и мотивационное письмо, требуется портфолио, которое подтверждает уже наличие каких-то достижений в данной области. То есть вы не обязательно, например, условно можете закончить бакалавриат, например, по направлению конфликтологии, например, но вы в процессе обучения уже нарабатывали какие-то, участвовали в конференциях, связанных с этим профилем, либо писали какие-то статьи, либо участвовали в грантах. То есть что-то, что так или иначе будет демонстрировать ваши уже первоначальные навыки, имеющиеся навыки в данной конкретной области. Обязательно ознакомьтесь с вступительными. Есть вступительные испытания, которые являются такими комплексными. То есть, допустим, часть экзамена с вас будут требовать знания, теории ключевой, фундаментальной каких-то знаний. Часть, соответственно, будет ориентирована на решение каких-то практических задач. Например, реклама связи с общественностью, там вторая часть, она такая кейсовая. То есть вам будут предложены какие-то проблемы, которые вы на основании профессиональных знаний должны будете решить и, соответственно, продемонстрировать комиссии. Все очень индивидуально. Спасибо. Поступил такой вопрос. Скажите, есть ли у вашего института военная кафедра? Военной кафедры нет, но студентам очного отделения предоставляется отсрочка от армии. Вы встаете на воинский учет, и, соответственно, до ваших военкоматов будет своевременно доходить информация о том, где вы, соответственно, учитесь, научном отделении, и, соответственно, никаких проблем с отсрочкой от армии, например, не будет. А есть ли в КФО клубы движения, посвященные интересам студентов? Например, клуб книголюбов и так далее. Более чем. Более того, смотрите, в университете университет это очень большая команда очень разных ребят. То есть, помимо того, что у нас, например, есть централизованная структура, департамент по молодежной политике, где фактически такая реализована концентрация межинститутских каких-то клубов. То есть, вы можете найти там, на самом деле, себя абсолютно в разных сферах деятельности. Так и в каждом институте есть студенческий актив. То есть, студенты сами исключительно на инициативных каких-то началах организуют разного рода клубы, кружки и так далее. Например, в нашем институте действует, ну, как минимум, насколько я помню, 12 комитетов студенческого актива, которые работают в очень разных областях. То есть, начиная от волонтерской деятельности, заканчивая клубом французского языка. То есть, на самом деле, если есть инициатор, то, как правило, ребята, которые будут поддерживать и, соответственно, включаться в тот клуб по интересам, я не знаю, может, вы крючком там соберетесь после пар вышивать, обязательно найдутся. Потому что, несмотря на то, что, например, те же клубы и кружки организованы на площадке нашего института, туда подключаются студенты из других институтов, и, соответственно, вот эта сфера общения, она, конечно, безусловно, расширяется. То есть, да, если есть инициатива, эту инициативу, безусловно, будут поддерживать. Проводите ли вы экскурсии по институту? Экскурсии. Наверное, речь идет о неком таком классическом Дне открытых дверей, что-то я такое предполагаю. У нас уже был в этом году, наконец-то, спустя два года онлайна День открытых дверей. В этом году мы уже, к сожалению, не планируем это делать. Вы, наверное, тоже, да, в высшей школе уже в этом году все завершили. Но, в принципе, во второй половине сентября, то есть до начала октября, ежегодно мы формируем планы проведения и Дней открытых дверей, и онлайн, и оффлайн режимов. То есть, соответственно, любые экскурсионы, какие-то программы по кампусу университета, они планируются на год. Поскольку в этом году у нас уже вот-вот совсем близко приемная кампания, то, соответственно, на сегодняшний день большинство абитуриентов уже определились. Сейчас, наверное, не до того, у кого вступительные испытания, у кого выпускные экзамены и так далее. Но, в принципе, если вы еще не в этом году поступаете, то в следующем году обязательно посещайте, отслеживайте информацию на сайте. Ну и, кроме того, вы можете, вот 20 июня начинается приемная комиссия, то есть вы, безусловно, можете прийти не только в кампус, где находится приемная комиссия, но и, соответственно, посетить кампус института, пройтись, посмотреть, по крайней мере, то есть вас, в принципе, пустят. По крайней мере, во второй корпус точно учебный. Ну и потом нам немного проще. Мы вот даже вот в студии, где мы с вами работаем, если вы смотрите эту прямую связь, считайте, что вы уже на экскурсии в институте, потому что вот это, например, телевизионный павильон, являющийся базой практик студентов, телевизионщиков, журналистов, и не только. Вообще, он сегодня очень активно задействован и многими другими институтами, на него очередь стоит. Но это вообще, это институтская, да, вот, если вы смотрите канал Универ ТВ, общеуниверситетский канал, тоже являющийся базой практик для студентов у нас, вы сможете там увидеть большое количество помещений, планов, которые сделаны вот здесь, что называется, не отходя от кассы, так просто проще и быстрее, но так вот тихо-тихо вы становитесь вот экскурсантом по аудиториям института, потому что это здесь, это в двойке снимается, то есть, вот на нас как раз посмотреть куда легче, чем на многих других. Ну, на этом наши вопросы закончились, спасибо вам большое, что пришли и так подробно рассказали о ваших институтах. Институте. Институте, да, извините. Надеюсь, мы с вами еще не раз встретимся, до скорых встреч. Субтитры подогнал «Симон»!